ПЕСНЯ 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 Вот на кухне у нас заглянули подружки. ПЕСНЯ Они смотрят, что это тут вкусненькое готовят. Что же тут вкусненькое готовят? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот почувствовали запах вкусных рот и пришли к нам Мартышечки Бандер Бандер на хинди Кушает Вкусно? ПЕСНЯ 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 Красавица ПЕСНЯ Здравствуйте, мои дорогие любители Индии и индийской культуры. Меня зовут Наташа Я из города Харькова Вышла замуж за индийца Вот мой муж Моего мужа зовут Парам Я его называю Парам Вообще его зовут Пармишла Это наш сын Артур Артур, поздоровайся Хай Он уже особо не говорит, но знает по-английски слово Хай Всем здоровается Так, сегодня я хочу поговорить с вами о вкусненьком Сегодня мы откроем тему индийской кухни Как вы знаете, индийская кухня довольно таки сильно отличается от кухни других стран мира Кстати, я хочу спросить у тех, кто из вас пробовал индийскую кухню Расскажите, пожалуйста, как вам она пришлась по вкусу Если понравилась, то напишите, какие именно блюда понравились Мне очень интересно будет узнать Может быть я потом в следующих видео дам рецепты этих блюд Но сегодня мы поговорим о самом главном Сегодня мы поговорим про индийский хлеб Вот в этом киоске продается зерно Вообще обычно мой муж покупает уже готовый продукт, готовую муку Но сегодня специально для видео мы купим зерно и потом его перемелим Перемолим, я не помню, как это правильно слово сказать Вот, и в общем мы увидим этот процесс Я увижу его вместе с вами в первый раз в жизни Так, вот мы покупаем вот это вот зерно Насыпаем его на весы Вот этот вот парень продавец парама знакомый Привет! Привет, братик Привет Что ты назвал? Продактор Ага Мой назвал Наташа Привет Так, вот мы взвесили Так, вот мы взвесили Такое вот зерно Сейчас мы его взвесим Скажи что Так, скажи что Скажи что Это 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 Сколько Это 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 Самое лучшее Это 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 сигори вит. Это один из лучших витков. Самый лучший сорт зерна. Спасибо большое. До свидания. Вот так вот на базаре прошлись кони. Так, теперь мы пришли к ларьку, где будут перемалывать это зерно. Так, вот сейчас мы ждем. Девушка там занята, сейчас я ее ближе сниму. Стоимость 6 рупий за килограмм. У нас 5 килограмм, значит, с нас возьмут 30 рупий за то, чтобы перемолоть это зерно. Привет! Что ты назвал? Гита. Я Наташа. Сейчас я сделаю видео. Можно я? Можно я прийти? Можно я прийти? Парам, а можно я прийти? А? А? Он не понимает, может. Так уж сложилось, что хлеб является не только питательной выпечкой, но и частью культуры во многих странах. Национальные рецепты хлеба формировались с начала времени, и в разных частях света они имеют свои особенности. Загляните в булочные в разных странах, и вы почувствуете, что даже запах хлеба всюду разный. Будет хлеб, будет жизнь. Плохой обед, коли хлеба нет. Так говорят у нас. Эти пословицы особенно актуальны в Индии. В индийской кухне действительно еды без хлеба не бывает. В каждом штате есть свои небольшие особенности и различия в приготовлении. Общее то, что везде он выглядит в форме лепешки, которая выполняет также роль столового прибора. Все, выключила этот аппарат. Вот. Вот наша мука. Сейчас пересыпят ее. Очень много получилось муки. Вот готовая мука. Мой муж сказал о том, что все, мы закончили, получили первосортную муку, и сейчас идем в отель готовить роти. Очень важно употреблять хлеб свежим, только что приготовленным, так сказать, с пылу жару. Полежав, хлеб становится невкусным. Большинство индийских лепешек сделано из муки грубого помола под названием атта. Делают ее путем размола в каменных жерновах. И никакие части перемолотых зерен не просеиваются, поэтому она имеет коричневый цвет. Такая мука сохраняет все полезные свойства, имеет большое содержание клетчатки и витаминов. Это полезно для здоровья и поддержания кишечного баланса. Ну вот мы пришли на кухню. Сейчас будем готовить роти. Будет готовить роти Насим, наш повар. Познакомьтесь, это Насим Кхан. Он из Индии, но из другого штата. Мы сейчас находимся в Махарадштра. А вы из Юпи? Юпи. Так, ну начнем с того, что насыпали вот муку, которую мы сегодня перемололи из пшеницы, насыпали вот в такую вот мисочку. Сейчас Насим добавляет туда соль. Добавляет соль. Вот мука, соль, теперь добавляет воду. Ну, как обычно замешивает тесто. Добавляет воду, замешивает. Насим очень хороший повар. Несмотря на то, что у него нет никакого образования, но он со своей работой справляется великолепно. Клиенты нашего отеля постоянно хвалят его. И все время он получает за это премию денежное вознаграждение. После того, перед тем, как уйти, клиенты спускаются вниз на кухню и дают ему иногда 100 рупий, иногда 200, иногда даже 500 рупий было и такое. За то, что он готовит очень вкусно. Он не учился этому делу. Просто-напросто он когда-то работал, ну, видимо, мыл посуду или что-то подобное, помогал на кухне. Ему было очень интересно. Он пробовал, и у него стало хорошо получаться готовить. Коронное блюдо у Насима биряне. Как-нибудь я сниму. Это как у нас плов, а в Индии, ну, почти то же самое. Рис с мясом. Очень вкусно у него получается это блюдо. Так, ну, что мы видим? Вот так вот Насим замешивает тесто. Добавляет по необходимости муку или воду, чтобы тесто получилось нужной консистенции. Вот так, вымешивает тщательно. Кухня сейчас находится на стадии ремонта, так что не обращайте внимания на то, как она выглядит. В принципе, ее стараются держать в чистоте. Все, ну, как бы, санитарные нормы вроде бы как выполняются. Вот, а сейчас Насим добавляет масло. И опять замешивает, и опять тщательно вымешивает. У Насима есть мечта. Он хочет стать политиком. Дело в том, что политиком может стать почти каждый в Индии. Ну, это имеется в виду, что он может им стать в своей деревне. Ага, ну вот, теперь катает такие вот лепешечки. Не лепешечки, а шарики. А потом из этих шариков будет делать лепешечки. Вот так вот он их катает. Насим работает в отеле уже второй год. В прошлом году у него была мечта заработать на собственный байк, скутер. И в этом году он осуществил эту мечту. Когда он уезжал в отпуск, мой муж дал ему зарплату аванса. И смог купить отличный скутер. Он провел у себя дома где-то месяца полтора. Вместе со своей женой. А так вообще, конечно, ему редко приходится видеться с женой. Очень грустно это, конечно, что в Индии очень много мужчин работает. Работают где-то далеко, за тысячи километров. И не видят своих родных долгое, очень долгое время. Так, ну вот, теперь он насыпал на стол муку. И будет раскатывать лепешечки. Вот такой вот скалкой будет раскатывать лепешки. Вот так мастерски он раскатывает лепешки. Так, теперь зажигаем огонь. Вот такой вот здесь это брутальный огонечек. Вот это специальная такая подставка, на которой будут жариться ротио. Огонь горит, нагревает до нужной температуры вот этот вот металлический пласт. И потом туда будем... Так, ну вот, настал долгожданный момент. Сразу несколько блинчиков выкладываем на этот пласт. Вот так вот переворачивает. Пойдет, переворачивает. Постоянно переворачивает. Постоянно переворачивает, чтобы не успели подгореть. Вот такая вот эта работа. Маслица. Баттер. Ага. Ойл, ойл. Не баттера. Смазывает масло. Ну, все равно они как-то подгорают. Так, что, рэди? Рэди, рэди. Вот. Вот, уже готово. Три штучки уже готово. Положили их на тарелочку. Так, ну все. Вот. Все мы готовить пока не будем. На зим потом уже, когда к ужину подготовят. Вот. Так, ну сейчас попробую, что получилось у нас. В принципе, я уже их пробовала много раз. Просто надо на камеру снять, как я пробовала. Ну, вкусно. Да, в теплом виде они очень вкусные. Остывшие мне не нравятся. Готовьте у себя дома вот такие вот роти. Правда, наверное, будет сложно приобрести муку. Я не знаю, продается ли она свободно. Продается ли она. Ну, может, в каких-то индийских магазинах покупайте. И делайте вот такой очень полезный хлеб индийский. А сейчас я хочу показать, как индийцы едят. Они используют роти вместо ложки. Вот так вот. Сейчас носим ест сабджи. Вот это вот блюдо называется сабджи. С чего оно состоит? Тут зеленый горошек, картошка. Ну, какие-то еще приправы, как обычно. Вот сейчас мы посмотрим, как вместо ложки вот так вот аккуратненько и кушает. Вот так. Очень вкусно. Так, вот еще наш друг Асид тоже хочет попрощаться. Мы сегодня утром с ним скуповывались. Он нам помогал на базаре. Помаши ручкой. Тоже пусть попробует. Он тоже внес свою лепту в производство этого блюда. Ну, как? Тести? А, очень вкусно. Очень вкусно. Ну, все, ребята. Спасибо вам. Ну, все. Спасибо вам за внимание. Мы закончили приготовление индийского хлеба. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы я сняла следующее видео. Ну, вот скоро у моего сына день рождения. Хочу снять видео о том, как мы его будем праздновать. Так что подписывайтесь, ждите новых видео. Спасибо вам. До свидания. Люблю, целую. Вот на кухне у нас заглянули подружки. Они смотрят, что это тут вкусненькое готовят. Что же тут вкусненькое готовят, а? Вот, вот. Вот, тоже хотят снять пробу. Вкусные роти, а? Бандер. На хинде называется Бандер. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...